Здравствуйте! Вы смотрите экстренный выпуск программы «Республика» в студии Татьяны Молокова. Сегодня в 5 утра в Цивильском районе на третьем этаже трехэтажного панельного 18-квартирного дома произошел взрыв бытового газа. С места происшествия только что вернулась наша съемочная группа с подробностями Дмитрий Ковалев. В 5 часов утра в многоквартирном доме деревни Тувси в это время находилось более 40 человек. Очевидцы вспоминают сильный хлопок. От взрыва даже стены пошли ходуном. Проснулся от того, что шум, грохот. Проснулся, что-то шумит от холода. Думал сон, глаза открываю, смотрю, надо мной пельта. Да. Встаю, как раз мать подбежала с фонариком. Смотрю, уже улица виднеется, все там виднелось почти. Сами-то как выбрались? Мне мать светела, я еле-еле ползком выбрался оттуда. Думаю, братишка включал там Сашкину, смотрю, мать светела, он под завалами. Последствия оказались ужасными, была разрушена часть дома. Обрушились бетонные блоки, 4 человека оказались под завалами. Позже двоих из них передали в руки к медикам. Женщину и 16-летнего подростка спасти уже не удалось. Ну, представители газовой службы говорят, что да, в этом доме было индивидуальное отопление в каждой квартире. Но именно в той квартире, в которой произошел взрыв, по предварительным данным, индивидуального отопления, официального подключения не было произведено. И говорят, что хозяин отапливал свою квартиру при помощи духовки, газовой духовки. Предварительная версия – произошла утечка газа. В это время в одной из пострадавших квартир мужчина закурил сигарету. Первая помощь прибыла уже через несколько минут. Сейчас завалы разгребают и спасатели из других регионов. Всего на месте работают более 300 человек, в том числе и кинологи. В одном месте собака показывает, что как бы может находиться человек, хотя все установлены, кто был, даже в гостях и не в гостях, их прописано 36, находилось 44 человека. Продолжаем работу, по всей верности, это может быть кровь одного из пострадавших. Но работа продолжается, чтобы мы обладали полной ситуацией в полном объеме. И сейчас будем продолжать разбор завалов. И по всей верности, сейчас подъезжает глава республики, будем определяться по дальнейшей судьбе этого дома. По всей верности, он подлежит сносу. Территория полностью отцеплена. Всю ночь здесь будут дежурить сотрудники полиции. Людям, которые остались без крова, на время предложили расселиться в местной школе. Медриковалев, Николай Яковлев, Республика. Сегодня свой первый комментарий дал глава Чуваши Михаил Игнатьев. Все службы сработали очень оперативно, без сбоев, люди эвакуированы. Из 44 человек, которые там проживали, 40 практически все живы-здоровы. Вовремя были эвакуированы, размещены в детские сады и в школы. Четыре человека пострадавшие. Два из них в больнице находятся средней тяжести, но нормальные, они выживут. Одна женщина скончалась и юноша 17 или 18 лет. Поэтому там есть вопросы обеспечения газом в соседних домах. Сейчас времянка будет прокладывать. Но мы меры примем, соответствующие согласно действия законодательства и по оказанию материальной помощи. В данный момент в Цивильске проходит рабочее совещание, которое проводит глава Чуваши. Там работает наша съемочная бригада. Какая нужна помощь и какие меры необходимо предпринять в первую очередь, будут решать на этом совещании. Как только нам удастся связаться с нашим корреспондентом, мы обязательно выйдем в эфир. На этом пока все. Берегите себя. До свидания.